Накануне в Нижнем Тагиле были преданы земле тела пенсионеров Усковых, которых неделю назад по дороге на дачу сгубил бухой лихач на белом кроссовере молодой коммерсант, у которого еще год назад был прибыльный бизнес под горой Белой Александр Гайнеддинов. 10 июня около 4 пополудни в 4 километрах от села Никола Павловская Вольсваген Туарек вылетел навстречу и ударил в бок, разбив хлам черную иномарку автомобиль Джили МК, в котором находились тагильские пенсионеры. 74-летний водитель иномарки Виктор Усков, дачник, едва не доживший до своего 75-летнего юбилея, погиб сразу, а пассажирка черной иномарки и по совместительству супруга Виктора Николаевича, 71-летняя Татьяна Вальерьевна, умерла чуть позже в реанимации центральной городской больницы Нижнего Тагила. На следующий день судья пригородного района неожиданно отправила под домашний арест 32-летнего виновника ДТП, в крови которого было обнаружено чуть больше 2 промилле алкоголя, как после бутылки водки уточнил портал Е1 и процитировал слова дочери погибших пенсионеров Светланы Мерзеферовой. «Он пробубнил, что хотел бы побыть с семьей перед долгим тюремным сроком. Почему человек, наплевавший на закон и отправивший на тот свет двоих людей дома?» Вопросительный знак, конец цитаты. «К слову, следователь и гособвинитель категорически были против домашнего ареста», – уточнила Светлана и сообщила после суда журналистам много интересного, и о самой смертельной аварии, и о прошлом человека, из-за которого женщина потеряла в один день и отца и мать. После погибельной дорожной аварии на мосту через Шайтанку за поселком Новоазбест Гайнединов отказался объяснять гаишникам, зачем он бухим сел за руль, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет человеку не свидетельствовать против себя. Но, по словам дочери погибших, у бизнесмена Гайнединова до мировой пандемии был небольшой бизнес на горе Белой. Он сдавал в прокат квадроциклы и кое-что из недвижимости, но с прошлого марта официально стал безработным. А в 2015-м Гайнединов, получив водительские права, очень быстро их лишился за пьяную рулежку. В этом году, до 10 июня, он то ли не косячил на дорогах, то ли оставался незамеченным. В роковой же день разорившийся мелкий коммерсант, по свидетельству очевидцев, вилял по трассе, то ускорялся, то резко замедлялся и чуть не врезался в один из автомобилей. Тот успел ускользнуть от удара. А вот пенсионерам не повезло. Примерно в 16.00 на 4-м километре автодороги Никола Павловск-Калопайск водитель автомобиля «Фольксваген» допустил выезд на полстречного движения из столкновения с автомобилем «Джили». В результате чего водитель 46-го года рождения и пассажир 50-го года скончались на месте. Усковы по дороге на дачу были пристегнуты ремнями безопасности, но тяжелый мощный белый кроссовер «Фольксваген Туарек» не оставил им ни единственного шанса на жизнь. Непонятно почему районная судья оставила двойного автоубийцу на свободе, хоть и под замком, но не в камере СИЗО. Дома с телевизором и с тапочками. Даже екатеринбургского автоубийцу Владимира Васильева, за которого родитель полковник Росгвардии мочу сдавал, до суда оставили за решеткой. У Бухова-Лихача, коммерсанта из Тагила, сейчас такой же подсудный статус, как у кинозвезды Михаила Ефремова, который за год до Гайнединова в Москве на Садовом кольце по пьяной лавочке гонял на джипе, пока не врезался в ладу Гранту и не погубил Сергея Захарова. Ефремов несколько месяцев провел под домашним арестом и в сентябре получил 8 лет реальной зоны общего режима. Месяц спустя, правда, адвокаты погашей кинозвезды отсудили полгода, но это уже детали. Мы, естественно, будем следить за этим, ставшим уже резонансным уголовным делом.